Здравствуйте! Новости Москва-Баку. Сегодня в столице Азербайджана начала работу международная конференция на тему «Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации. Новые глобальные и транснациональные вызовы, посвященные Международному дню борьбы с исламофобией». Мероприятие проходит в Баку в двухдневном формате 15 и 16 марта. По словам организаторов, главной целью конференции является создание академической платформы на международном и национальном уровне для обсуждения негативных тенденций в отношении мусульман и стран с мусульманским населением. Мероприятие организовано Бакинским международным центром мультикультурализма при участии форума межрелигиозного диалога G20. В конференции принимают участие ученые, религиозные деятели, представители неправительственных организаций из 32 стран, а также эксперты международных организаций. В процессе конференции состоятся обсуждения проявлений исламофобии в различных странах Европы, тематики исламофобии в мировых медиа. Отметим, что 15 марта впервые был объявлен Днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, проведенного в городе Ниаме, Республике Нигер, 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла 15 марта как Международный день борьбы с исламофобией в 2022 году. Очередные попытки премьер-министра Армении вмешаться в диалог официального Баку с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана являются недопустимыми. Об этом заявили в МИД Азербайджана. Армения продолжает игнорировать тот факт, что обсуждение по реинтеграции армянских жителей Карабаха – это внутреннее дело Азербайджана. В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве заметили, что Армения таким образом не отказывается от агрессивной политики, начатой против Азербайджана в начале 90-х годов под прикрытием самоопределения народов. Премьер-министр Армении должен понимать, что правоармянских жителей Карабахского региона никогда не могут превалировать над правами азербайджанского населения региона. А Азербайджан применяет и будет применять только равноправный подход к различным народам, проживающим на его территории. Ранее Пашинян на своей пресс-конференции снова выступил с довольно странными и провокационными тезисами в адрес Азербайджана. Он заявил, что Баку якобы хочет получить подпись Еревана под мирным документом, чтобы в итоге устроить этническую чистку карабахских армян. По его словам, с позиции Еревана возможны переговоры официального Баку с карабахскими армянами только при скреплении такого диалога международным механизмом. Президент Азербайджана, выступая на открытии 10-го глобального форума, прошедшего 9 марта в Баку, еще раз повторил, что права армянского меньшинства в Азербайджане защищены Конституцией, добавив при этом, что жизнь армян в Карабахе будет лучше, чем во времена оккупации. Что касается армянского меньшинства в Азербайджане, то Азербайджан является многоконфессиональной, многоэтнической страной. Права меньшинств в Азербайджане защищены нашей Конституцией. Каждый, кто знаком с реальной ситуацией в Азербайджане, может подтвердить, что Азербайджан – страна с высоким уровнем религиозной и этнической толерантности, где представители различных этнических групп, различных конфессий, живут в мире и с достоинством. Поэтому я уверен, что жизнь армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, будет намного лучше, чем во времена оккупации. У каждого конфликта своя история, своя динамика и свой конец. Но важно то, что споры между странами решаются на основе международного права. «Территориальная целостность и суверенитет не могут быть изменены силой». Это позиция Азербайджана. И эта позиция относится не только к нашему случаю, но и ко всем конфликтам в мире. Мы публично озвучиваем эту позицию. МИД России прорабатывает рабочий визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзаяна в Москву. Об этом накануне заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов. Ранее во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции заявил, что Мирзаян в ближайшем будущем отправится в Москву для обсуждения вопроса о встрече с российским и азербайджанским коллегами Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым. Добавим, что в декабре 2022 года Ереван буквально сорвал трехстороннюю встречу глав МИД трех стран, заранее не предупредив об этом Москву. Кроме того, на недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос местных журналистов, армянский премьер заявил, что в отношениях России и Армении есть некоторые проблемы. Так Пашинян считает, что Армения не может полагаться только на Россию в вопросах своей безопасности. Мы должны зафиксировать, что существующая архитектура безопасности не работала. Если быть откровенным, мы знали, что не будет работать. Наше правительство сейчас пытается наладить сотрудничество в военно-политической сфере с многочисленными другими странами. Москва в курсе этих попыток. Несмотря на это, по словам Пашиняна, часть этих проблем объективна и не может быть причиной кризиса в отношениях. Ранее Армения отказалась от квоты заместителя генерального секретаря организации договора о коллективной безопасности. Это решение официальные власти не комментировали. Однако, как считают эксперты, Ереван таким образом в очередной раз выразил свое недовольство в адрес УДКБ. По мнению армянских властей, организация не отреагировала должным образом на военную эскалацию на армяно-азербайджанской границе в сентябре прошлого года. Также в начале января Армения отказалась принять на своей территории военные учения «Нерушимое братство-2023» коллективных сил оперативного реагирования УДКБ, чем поставила организацию в сложное положение. За последние недели интенсивность обстрелов азербайджанских позиций со стороны вооруженных сил Армении увеличилась. Этот факт фиксирует оборонное ведомство Азербайджанской республики. Обстрелы, осуществляемые вооруженными силами Армении, а также сепаратистами, происходят как на армяно-азербайджанской границе, так и в Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев, временно дислоцированных на этой территории. В оборонном ведомстве отметили, что в ночь на среду подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции Азербайджана в селах Кельбаджарского и Дашкисанского районов. Огонь велся и стрелковое оружие. Военными были приняты адекватные ответные меры, а пострадавших информации не поступало. Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований, находящиеся на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, периодически обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении Хаджалинского и Хаджавенского районов. Начиная с конца февраля, Минобороны Азербайджанской республики регулярно фиксируют интенсивные обстрелы позиции вооруженных сил Азербайджана. Примечательно, что неподалеку, где произошли обстрелы, которых, кстати сказать, не было более двух месяцев, расположился оперативный штаб новой мониторинговой миссии ЕС, которая начала свою работу на условной границе Азербайджана и Армении 20 февраля. По мнению экспертов, возобновившиеся обстрелы со стороны вооруженных сил Армении носят провокационный характер и предназначены для военных отчетов европейских наблюдателей об эскалации на границе. Совет Федерации России ратифицировал договор с Азербайджаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения. Об этом говорится в заключении Международного комитета Совета Федерации. Договор основан на пропорциональном принципе пенсионного обеспечения и предусматривает распределение финансовой ответственности договаривающихся сторон по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные или приобретаемые на их территории. В соответствии с документом, гражданам Азербайджана при начислении пенсии будет засчитан трудовой стаж, который они приобрели во время работы в России, а россиянам, соответственно, тот стаж, который был получен на азербайджанской территории. Напомним, что накануне Госдума России на пленарном заседании ратифицировала проект договора между Россией и Азербайджаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения. Подписанный 26 апреля 2022 года в Баку документ предусматривает распределение финансовой ответственности сторон по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные или приобретаемые на их территории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова